всем привет добро пожаловать в новый влог давайте сначала соберем меня на детский праздник на первое причастие но пока что не игната а дочери нашей подруги поехали наношу бальзам для губ и вазелин далее патчи под глаза от lancome они конечно очень классные но у них так много сыворотки что периодически они будут у меня сползать решила попробовать нашумевшую тушь от лориаль панорама и действительно она дает уау эффект уже при первом слое достойно буду пользоваться дальше я достаточно странно сейчас крашусь не обращайте на это внимание в смысле то как я наношу свой макияж на мне так удобно я оформляю свою брови не средством для бровей а сверх сильно фиксирующим средством для укладки волос которые я перелила тюбик и она очень стойко держит брови получается такой эффект ламинирования без ламинирования и сначала наношу гель а дальше так как будто придавливаю волоски чтобы они приклеились буквально беру маркер для бровей от бренда эволайн он у меня заканчивается и это оттенок medium дорисовываю недостающие волоски и только основание бровей я докрашиваю при помощи теней от анастасии beverly hills в оттенке блонд теперь я приступаю к теням и вначале воспользуюсь базой от the balm мне кажется она уже недоступна но я допользую упаковку и потом вы решает на что переключусь эта база хорошая она не сушит мне веки при этом хорошо держит тени одна из моих самых любимых палеток на каждый день и на праздник от корейского бренда romant наверно так кстати можете меня исправить потому что я просто заказала что то что мне понравилось но название могу произносить неправильно прокрашиваю складку века здесь настолько удачные оттенки они нейтральные не рыжие да есть немножечко теплинки но они и теплые и холодные одновременно точно не рыжие и я решила докрасить себе стрелочку причем внутри сделает такой уголочек тоже тенями из той же палетки и как видите прорисовываю еще и линию роста ресниц для того чтобы реснички выглядели более густыми и конечно же кончик стрелочки тени немножко осыпаются но их можно без проблем сдуть и даже вытереть например ватным диском с мицеллярной водой добавляю топпер он очень красивый такой тоже нейтральный и не золотой и не серебристый он очень красиво и эффектно выглядит как дневном так и в вечернем освещении для лица я выбрала самую легкую тональную основу которая у меня есть это шанель она особо ничего не перекрывает только чуть-чуть выравнивает тон кожи но этого мне достаточно как на каждый день так и на выход потому что я перекрою какие-то несовершенства корректором и этот тон вообще не скатывается ни в какие мимические морщинки ни в какие заломы не оседают в порох и также не стирается когда за окном жарко то есть он может где-то местами немножечко сходить с лица если его потрогать например или приложить телефон но в целом он на мне держится прекрасно и я часто выбираю его вне зависимости от повода какие-то несовершенства маскирую консилером корректором от бренда the same также наношу его под глаза но в небольшом количестве растушевываю спонжем и фиксирую только эту зону пудрой от эволайн которая предназначена для области под глаза и она отменно работают буквально с каждым консилером так визуально тоже разглаживают эту область на периферию я использую пудру от hourglass и здесь у нас немножко поменялось дневное освещение солнце спряталось я решила немного добавить себе свежести воспользовалась бронзером от catrice в ускоренном режиме на самом деле я собиралась очень быстро потому что торопилась к доктору это было раннее утро немножко румян для того чтобы выглядеть более отдохнувший такой какой-то даже радостный румяна это один из моих любимых штрихов в макияже очень здорово как знаете омолаживает даже прокрашиваю контур губ при помощи нюдового карандаша от charlotte tilbury и беру корейскую помаду она как и желе и бальзам и кремовая помада и даже масло для губ очень красивый нюдовый оттенок и она еще хорошо держится так забыла прокрасить нижнее веко это тоже корейский карандаш все укажу вам в инфобоксе супер красивые нейтральный коричневый цвет светленький такой и вот такой кошачий эффект у меня получился вроде и нюд но что-то интересное выразительное и мне кажется что мне идет такой макияж как вам я поехала к доктору у меня не хотел до конца заживать мой шов поэтому мне быстро за час все перешили у меня новые свежие швы на животе все заклеено но я себя чувствовала прекрасно поэтому переоделась решила немножко поиграть с аксессуарами и вот так необычно надела жемчужную нить только одну на причастие принято или собирать деньги на какой-то большой подарок или дарить деньги к причастию в польше очень серьезно готовятся его отмечают буквально как свадьбу или совершеннолетие заказывают банкеты даже за два года как вот в случае наших друзей приглашают всех близких и родных и это такой осознанный шаг ребенка в веру это знаете вот как второй этап после крещения как видите было очень много блюд угощений и людей я не снимала но было много приглашенных гостей очень красивый банкетный зал ну и конечно же радостная светлая красивая позитивная девочка который был посвящен весь день сейчас буду раскладывать свои новинки для террасы и решила показать вам возможно вы тоже вдохновитесь а если у вас есть такие магазины как пепко экшен то тоже можете туда сходить там много всего интересного мы так довольны нашим электрогрилем который я показывала вам в прошлом влоге и сейчас очень часто ужинаем на террасе и я решила приобрести вот такие подсвечники на солнечных батарейках ой самую большую покупку я потом вам покажу сегодня ветер на террасу не выйдешь в общем они вот эти подсвечники лежали у меня в багажнике продемонстрирую как это работает есть кнопочка он off но вообще они включаются автоматически темноте и когда становится чуть чуть темнее там были разные и мои из экшен но они вообще много где продаются ведь оп включился даже если чуть темно он все равно работает и они есть разных цветов и разные формы пока что взяла 2 но хочу купить знаете еще такие лампочки на солнечных батарейках которые втыкаются в землю вот это уже давно было в моем виш-листе я в икее видела пару лет назад наверное это поднос который вращается и сейчас не только в икее я купила в экшен но была в папку видела что там тоже есть короче сюда выкладываются закуски как видите вообще все что угодно можно поставить крутить и потом удобно можно выбирать что там тебе нравится так как у нас часто гости особенно летом то это точно мне пригодится вообще я поняла что у меня достаточно много места в кухне поэтому могу еще что-то докупить мне такое цветное настроение и хотела бы купить еще вот такие же тарелочки тоже для закусок можно даже там поставить одну-две маленьких например если это что-то что может запачкать досочку и это у нас папку в этой коллекции или в какой-то похожие есть лимоны и авокадо я нигде не могу их найти может сейчас вскоре не увижу и также взяла вот такой контейнер виде лимона но на самом деле девочки я думаю что я не буду это использовать чисто как какую-то банку сюда буду вставлять ножи там всякие столовые приборы чтобы каждый мог себе взять удобно прикольный по поводу этого я сомневалась надо но мне или нет но я очень хочу сделать ужин или гриль барбекю в таком каком-то около итальянском или вообще в цветном каком-то летнем стиле и обязательно что-то организую это еще не все тоже в action взяла скатерти они пластиковые ну то есть клеенка вы скажете что за жлобство а я вам скажу что нам жалко выбросить стол тома говорит что это не экологично так часто покупать мебель но он плохо выглядит мы пытались покрасить но это не очень хорошо смотрится поэтому мы сейчас используем такую скатерть а дальше будем решать что делать вот такой стол он большой он классно удобно и мы пытались стирать краску красить заново но как только дождь это все облезает не знаю что мы делаем не так ну я точно не хочу этим заниматься того говорит пусть остается старый стол пусть остается эта старая клеенка мне это не очень нравится но пока что так немного новых свечей я специально взяла разных размеров вот такие большие я часто ставлю на террасе например на пол это вообще огромное они не то чтобы супер сильно пахнут как янки кэндл например но все равно создают атмосферу и все они разных цветов но подходят друг другу светлые зеленые чуть более темные и беленькая такая тоже кремовая но вообще-то и я понюхала все они даже если будут пахнуть интенсивно то не будут раздражать иногда вот очень насыщенных свечей у меня болит голова а вот эти скорее всего будут на террасе поэтому неважно там соевые или нет что еще из action недорогие полотенца кухонные три штучки у меня как-то многие уже в таких пятнах которые не отстирываются и зажигалка которую можно заправлять тоже для свечей у нас сейчас закончился газ водной она без дополнительной заправки невозможно короче это сделаете спички это не так удобно как такая вещь последние тела это я использовала еще на пасху все никак не доходили руки купить новые и в икею я тоже никак не доеду поэтому взяла первые попавшиеся а это у меня для вас супер находка девочки это вращающийся поднос как мой прозрачный но этот гораздо лучше по качеству и я заказала его на джуме должна была забрать его с собой к насти но забыла и потом приехала томик им пользовался тоже на барбекю и что-то они тут резали ничего поставлю сюда приборы ну как не приборы всякие разные тут мои бутылочки я обожаю этот поднос это супер практично о я теперь максимально довольна смотрите у меня сверху такой поднос и внизу а настя закажу новый будет смеяться надо мной но я взяла еще и вот такой бандаж не знаю как он работает на всякий случай пусть лежит в дорожной аптечке и это бандаж тоже типа как первая помощь слушайте у нас плохая статистика в этом году поэтому пусть лежит но и для моего касси вот такого слоника там много разных игрушек для домашних животных но веке истребляет их со скоростью света и мне нужно брать что-то более прочное вот она любит такие чтоб тягать там чё-то или просто бегать с этим проверим ю-ю ты чё там спишь игрушки новые новые игрушки машина она очень большая как для девочки акита но дай маме дай ну дай не новая не дашь ну дай дай мне просто миллион игрушек тапки все-таки подарила ю-ю я я не могу сейчас просесть ну дай смотрите какая вредина не дашь маме новый мячик не а таки то так разговаривает так мать и ты такой красивый и что она около 40 килограмм где-то весит обувь так как у нас с вами весна покажу вам рецепт польской окрошки называется ходник литвский есть очень много разных вариаций рецепта но вот это пожалуй моя самая любимая что нам для этого понадобится во-первых свекла прям с вот этой частью с листьями это молодая свекла я ее помыла уже и сейчас буду нарезать и отваривать 5 штучек редиски 3 огурца зелень у меня была в холодильнике надеюсь что этого будет достаточно петрушка укроп зеленый лук масленка и йогурт стакан греческого йогурта такого погуще и два стакана получается масленки заранее также отвариваю яйца мы будем подавать охлажденный суп с яйцами листья нарезаем отдельно а саму свеклу отдельно заливаем свеклу сначала только сами корни двумя стаканами воды и ставим на достаточно большой огонь можете использовать воду или куриный бульон овощной бульон все что у вас есть у меня нет ничего кроме воды поэтому я возьму вот такой бульон если живете в польше то он самый такой нормальный и по составу тоже окей и кладу и чайные ложечки сюда спустя 10 минут так как свекла у нас молодая этого достаточно выкладываем стебли с листьями и варим еще пять минут теперь обязательно даем остыть нашему отвару тем временем я натру огурцы и редис на крупную терку можете нарезать кубиками но так проще и быстрее даже вкуснее как мне кажется зелень просто нарезаем все остыло теперь добавляем сюда немножко лимонного сока у меня где-то две чайные ложечки сюда же выкладываем огурцы и редис масленку йогурт не слишком жидкий получается таким знаете как кремовым и сама по себе окрошка здесь чуть другая по консистенции чем-то например который я привыкла много зелени уже можно есть покажу вам потом как подаю с яйцом но в общем ставим в холодильник для полного охлаждения и такой суп можно сохранять в холодильнике даже несколько дней вот таким образом это все подается приятного мне аппетита это очень вкусно попробуйте и вы если у вас не продается свекла с листьями со стеблями то можете приготовить и без них съездили на пиццу к бабушке как раз там тоже было пепко я докупила лимоны были авокадо но по 4 штучки я подумала что 4 это очень много очень прикольно мне они так нравятся эти тарелки я долго сопротивлялась перед вот такими цветными но они какие-то такие позитивные и еще для айс кофе взяла вот такой стеклянный стакан с крышкой и с трубочкой заметили у меня вот эту татуировку это смываемая наклейка которую настя мне шлепнула перед концертом океанализ и она уже неделю не смывается я пробовала оттирать она какая-то супер живучая еще взяла кое-что детям мальчики растут как на дрожжах поэтому пришло время обновить пижамы и у нас это не первые пижамы из пепко они очень хорошо служат то есть они не перекручиваются за ли знаете появляются дырки даже просто на пустом месте и также они не растягиваются и даже принт не стирается взяла захару вот такие с бэтменом и желтенькую а игнату одну потому что у него чуть больше пижам что-то достается ему по наследству от захара и ничуть не хуже еще белье для детей в пепко вот эти боксеры они хлопковые получается проветчики до экран пожалуйста мне не облизываем взяла сразу несколько пачек но это такое также хотела взять разные плавки малым но уже не было других расцветок в нужных мне размерах нам нужно много плавок потому что они очень быстро их убивают и мой муж уже купаются в озере представляете в начале мая я в шоке еще взяла вот такие веселые полотенца с миньонами это просто захар и игнат 2 они тоненькие и быстро сохнут конечно у меня есть плотные более качественные но они точно также выстирываются еще и занимают много места в пляжной сумке а можно я похвастаюсь еще и вам своими тюльпанами купила их продуктовом и настолько они оригинальные и красивые и прям не могу нарадоваться двухцветные и как будто махровые такая мелочь а вот проходишь каждый раз и думаешь господи как красиво и это создала природа а вот вторые цветы которые я купила там же они вообще как полевые и сразу такое ощущение что лето за окном еще и стало жарко поэтому настроение летнее а не весеннее уже получила купальники вчера готова посоветовать вам классная это резервт вот этот очень такой актуальный с цветочками трусики на завышенной талии красивый кораллово-красный цвет все у меня в размере с здесь такой тоже глубокий проем будет удлинять ножки и чуть-чуть скрывать живот вверх вот такой часть со шнурком снимается без проблем чтобы не оставались какие-то следы во время загара и здорово то что можно тоже все подогнать под себя отрегулировать здесь нет застежки а просто завязка крутой купальник и вот этот светленький он не белые а молочные даже молочно-кремовые можно сказать здесь такой стандартный проем я бы сказала у меня есть и поглубже из-за H&M например и сверху вот такая как будто кулиска сзади спина открытая и регулируются шлейки скоро уже поедем на пляж все вместе и три дня у меня выпали жизни не могла снимать потому что мы ставили солнечные батареи их очень много и внутри там аккумуляторы внутри дома в смысле поэтому если вам интересно где мои сумки шанель вот здесь приблизительно 4 сейчас это очень дорого просто вывернули весь шкаф зимние одежды потому что нужно было достаться к электричеству там где вот эти пробки и все дела очень-очень много проводов спасите помогите нужно было вынести абсолютно все кладовую все я имею ввиду всю со стиркой с какими-то коробками чемоданами нам монтируют вот такие штуки кладовой я не знаю как он так сделал чтобы наверное покидывал все из ящиков или не знаю выглядит так как будто все вывернули наизнанку и также в этом отчасти есть и его вина потому что он не любит когда его вещи находятся в шкафу я не знаю что это за прикол но он как будто устроил себе неорганизованную гардеробную в прачечной и нашей кладовой вот постирал и поскладывал тут же футболки или я уже к этому привыкла я тоже ему это все складывала он вот так вот взял все эти вещи и закинул на кровать в общем наверное я проведу теперь все выходные за организации этого всего мне понравился комментарий мужа говорит ну как раз будет повод для того чтобы все это перебрать там еще какие-то вижу коробки от камеры старой ну хранишь это все потому что при продаже нужно иметь оригинальную коробку у меня все-таки очень много техники там и какие-то старые штативы так что я тоже хороша а почему вывернули шкаф зимней одеждой у нас прихожей находятся вот этот счетчик или как он там называется короче там где все вот эти вот я вам говорила пробки я не знаю правильного названия но я думаю что вы понимаете о чем идет речь вот и но когда выбьет пробки то я просто аккуратно отодвигаю все вещи открывал и поднимаю их а тут получается что нужно все пооткрывать еще один какой-то там ящик о котором я вообще понятия не имела что там находится в общем тоже касается электричество поэтому попросили для удобства убрать ему это мог очень сильно спешил пока я была на реабилитации просто пол дома реально перевернута а почему мы решили ставить солнечные батареи мы как-то об этом говорили где-то год тому назад а тут мой муж просто пришел и сказал что мы будем ставить и стоит это удовольствие для нашего дома но у нас достаточно много солнечных батарей плюс у нас аккумуляторы то есть мы никуда не будем как бы перенаправлять электроэнергию которую мы не использовали мы будем собирать в этих аккумуляторах и использовать например в темное время суток там или в какие-то другие дни не дай бог для нас стоило больше пятидесяти тысяч слотых это сильно дофига и пыталась переубедить то пока что но это же как много нужно использовать электроэнергии и сколько лет чтобы стоимость вот этих солнечных батарей нам когда-либо отбилась но есть также вероятность того что мы постепенно все будем переходить на электрокары помимо этого достаточно быстро стремительно уже несколько лет увеличиваются оплаты за электроэнергию за все коммунальные услуги ну и также я хочу вам сказать что о войне также поляки и поговаривают некоторые знакомые не просто там ставят себе солнечные батареи и покупают покупают квартиры в испании там но в каких-то других странах это конечно не поголовно но говорят что войны нет тогда когда к ней готовится это вот три основных какой повода по которым мы ставим солнечные батареи и не просто солнечные батареи а именно с аккумуляторами то есть если там вообще нет электричества то нам хватит при таком количестве солнечной батареи электроэнергии при вот таком знаете обычном использовании это чтобы котел работал по максимуму как сейчас и стиральные машинки посудомойка на несколько суток а если экономненько то даже дома говорит на около две недели поэтому так дорого боже в какое страшное время мы живем лучше мы просто ставили солнечные батареи ради экологии не знаю даже ради экономии какой-то денег но третий повод то есть война это реально вам говорю мы тоже с тонком беседуем и на этот счет что может произойти потому что жизнь очень непредсказуема и нужно обсуждать разные варианты событий уже после того как я сняла для вас собиралку буквально на следующий день ко мне приехал тон от бронда листа это корейская марка и поговаривают что это аналог тинтом от шанель но не этому а в такой круглой упаковке он тоже у меня был к что тестирую однозначно это не то же самое но сегодня уже второй раз воспользовалась этим тоном красиво смотрится на лице очень легкий он больше перекрывает чем вот этот ладно однозначно забегая наперед могу подтвердить что этот лежит красивее чем шанель шанель я в итоге отдала потому что он какой-то суховатый мне больше нравится вот этот и листа дает больше покрытия симпатично я думаю что попользуюсь им еще недельку и потом сниму видео вам об аналогах люкса наконец-то сделала маникюр и педикюр на лето решила оставить ногти подлиннее и сменила форму теперь у меня такие овальные ногти мне кажется что летом как-то с ними удобнее и на этом буду с вами прощаться пока пока до новых встреч совсем скоро не забывайте поставить пальчик вверх увидимся